Кому потепление в радость, а кому пробитые колеса, 20-сантиметровые ямы и упреки. В Риме вместе со снегом сошло и дорожное покрытие. Полицейские составляют кипы протоколов, а дорожники смешат нанотехнологиями в борьбе с дырявыми дорогами. Инна Белецкая продолжит. Это видео вызвало шквал возмущений в соцсетях. Вот так в минувшую субботу лопатой и отсевом коммунальщики латали ямы. Не прошло и суток, а от ремонта не осталось и следа. Сделали не хорошее. По сути засыпали ветвьев, а ветвьев вымыло водой, по всей дороге творилось еще больше ямы, а основную яму так и не закрыли. Рух сейчас действуют по тротуару, объезжают по зустричной. Проехать по городским дорогам далеко не всегда можно без финансовых потерь. Сергей Кондрачук, глава администрации соседнего Сривна района. Он знает во сколько обходится ремонт дорог и о качестве работ может рассказать многое. Поездка в областной центр для него закончилась неприятностью. Скочили в яму, почули, что пробито колесо, съехали на обочину, там стоял еще один автомобиль. И на стоянку в Счастливому нараховали мы 7 автомобилей, окрім нас, где водители так само одночасно стояли на аварийках, меняли колеса. А это полицейские инспекторы вот так линейками замеряют глубину ям. При допустимых 6 сантиметрах часто обнаруживают дыры в 2-3 раза глубже. На данные места были выданы приписы на негайное огороджение и ликвидацию ямковости ответственным службам. В ответственным особам, согласно Кодексу Украины про администрации правопорушения, согласно статье 140, несут индивидуальную административную ответственность. А это начальник городского дорожно-эксплуатационного управления. Именно он и его подчиненные отвечают за состояние дорог в городе. Признают, зимой справились не очень. Слишком тяжелыми были погодные условия. Полицейские составили на него более 20 протоколов, каждый со штрафом более 1000 гривен. На их оплату жалуются, уходит вся зарплата. Тем не менее, две недели назад предприятие вновь выиграло тендер, который проводило местное управление ЖКХ. На содержание дорог получат 64 миллиона гривен. Несмотря на то, что жители недовольны качеством работ, подрядчика и перманентно устраивают акции протеста. Неведоменно, естественно, нет, но задовольны, и все нормально. Мы рассчитываем, никаких пробок у нас не было. Швидки доезжали, пожежные доезжали, хлеб в магазины довозили. Как выяснилось, 64 миллиона – это только часть денег, которые получит предприятие. Их освоят на расчистку и уборку дорог и тротуаров. На текущие ремонты чиновники выделяют деньги отдельно. А вот на то, что горожане не видят результатов работы дорожников, на которые уходят десятки миллионов, коммунальные начальники отвечают простому обывателю не понять всю сложность дорожного бытия. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривня.